Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа Подоплека И сегодня мы говорим об электричках После праздника Лига 26 июня решится судьба пригородного железнодорожного сообщения в Латвии. В этот день мы узнаем сможем ли мы в следующем десятилетии пользоваться электричками в Юрмалу и в другие города Эпопея с закупкой новых электропоездов длится в Латвии 10 лет Ее жертвами стали уже целый завод, несколько государственных должностных лиц, а на кону сейчас ликвидация государственного предприятия пассажирский поезд Сегодня в программе Подоплека мы начнем расследование этой позорной для Латвии истории и ее действующих лиц У микрофона автора ведущая Людмила Прибыльская в студии наш эксперт директор Института национальных ресурсов Сергей Анцупов. Добрый день Добрый день Звукорежиссер Евгений Копеин Телефоны в студии 672-12-93-9 672-13-93-9 И мы ждем ваших звонков с комментариями по поводу того что вы будете делать и как на вас лично может отразиться отмена пригородного пассажирского сообщения и что вы вообще думаете об этой истории насколько она кажется вам значимой для нашего государства И так история с конкурсом сейчас приняла драматический оборот Дело в том, что если до конца 2019 года предприятие пассажирский поезд не заключит договор на поставку новых электропоездов оно не сможет в дальнейшем выполнять свои функции со старым подвижным составом и подлежит ликвидации Именно об этом напомнил министр сообщения Талис Линкальц в ответ на заявление своего коллеги министра финансов Яниса Рейрса Тот выдвинул небывалую в практике проведения международных конкурсов аргументацию отказов в выделении государственных средств на закупку Препятствием для этого сказал он может быть репутация чешского предприятия Шкода Вагонка Мол именно из-за репутации предприятия Чурь Имак предзвучало в уголовном деле о коррупции в закупках Рижской думы Евросоюз может отказать Латвии в закупке электропоездов или оспорить ее и тогда Латвии придется вернуть европейские деньги На это сообщение агентство Лето 29 мая по итогам дискуссии на заседании кабинета министров отреагировали как пассажирский поезд так и министр сообщения Представитель предприятия перевозчика усомнился можно ли в конкурсных условиях юридически описать такое понятие как репутация а тем более отказать кому-то в участии из-за того что репутация якобы подмочена кстати даже этот тезис является весьма спорным до тех пор пока не вынесено решение суда о виновности подозреваемых презумпция невиновности священное понятие римского права которое вряд ли может отменить решение министра финансов от партии нового единства Яниса Рейрса надо сказать что дела в Латвии расследуются долго заканчиваются зачастую бесславно но об этом мы поговорим позже министр сообщений Талис Линкетс парировал выпад министра финансов заявлением о возможности ликвидировать государственное предприятие пассажирский поезд ибо без подвижного состава ему нельзя продлить лицензию на перевозке а значит этот бизнес должен быть ликвидирован как деятельность государственного предприятия и передан в частные руки проще говоря пригородные перевозки выставят на торги и будут ждать претендентов которые захотят возить латвийских пассажиров посмотрим что это будет означать для нашей экономики информация к размышлению в 2001 году в Латвии произошло знаменательное событие из небытия восстал Рижский вагоностроительный завод на территории которого холдинговая компания Феликс и предприятия Северсталь Лат начали создавать технологический парк металлообрабатывающего производства и торговли для тех кто наблюдал за развалом латвийской промышленности это показалось чудом следующим чудом было возрождение Рижского вагоностроительного завода и решение модернизировать на нем латвийские электрички завод за три года с 2006 до 2008 обновил 68 вагонов получив за это 13 миллионов 700 тысяч латов 75 процентов этой суммы предоставил Европейский фонд регионального развития модернизация советских электричек которые к тому моменту полностью выработали свой ресурс позволила продлить срок их эксплуатации на 15 лет это рассматривалось как временная мера для подготовки закупки новых поездов которая должна была завершиться до 2013 года рижские вагоностроители надеялись получить от родной страны этот заказ позволявший заводу выйти на новый уровень развития и заявить себя как конкурентноспособного производителя для железнодорожных магистралей шириной колеи 1524 миллиметра всего бывшего Советского Союза где проблемы с пригородным сообщениям были аналогичны латвийским сейчас вопрос нашему эксперту Сергею Анцопову который как раз был причастен к этому пресловутому или злополучному конкурсу когда рижский вагоностроительный завод бился за государственный заказ в своей родной стране и имел наверное все основания получить его вот как вы расцениваете вот эту историю и что реально помешало тому чтобы это намерение осуществилось добрый день как всегда очень приятно быть на радио балкон тем более что на улице такая жара в студии действительно даже я бы сказал прохладно каким образом я как было сказано причастен к этому конкурсу таким что институт национальных ресурсов без сомнения с самого начала и очень активно выступал за защиту национальных интересов то есть за развитие латвийской экономики за то чтобы важные структурно важные отрасли как мыши настроения в Латвии не исчезали а наоборот развивались и поэтому без сомнения когда конкурс был объявлен начался сейчас уже в этом году будет десятилетний юбилей этой самой проблемы то мы без сомнения выступали именно на такой платформе что это не просто конкурс закупки но это конкурс который очень важен для нашей страны это конкурс который очень важен для вообще нашей экономики и это некое событие которое может существенно изменить экономическое скажем так здоровье нашей страны то есть дело здесь не только в том что там на вагоностроительном заводе в его так сказать лучшие годы работало наверное около 400 человек и уплате налогов государства и так далее 400 человек это как раз мне кажется тот самый минимум людей которые работали на заводе как раз в момент по-моему как раз когда были работы по реконструкции если мы говорим о том сколько человек работало на заводе то это многие тысячи я сейчас даже не вспомню сколько это в советское время да когда 60 поездов в год выпускалось такое производство приблизительно обеспечивает именно на самом заводе где-то 700 человек до 1000 человек если мы говорим о производстве вот ну электрических то есть если бы государство поддержало в свое время Рижский вагоностроительный завод то на нем сегодня могли бы работать от 700 до 1000 человек да но главный аргумент он не только в этом главный аргумент в некоторой другой позиции дело в том что область машиностроения и особенно транспортное машиностроение как отрасль является вот то что называется снежним экономики и почему называют снежним экономики потому что транспортное машиностроение то есть один занятый человек в транспортном машиностроении создает автоматически 6 рабочих мест в смежных отраслях ну я бы может быть не говорила так арифметически да ну любой слушатель скажет ну подумаешь там 6 тысяч рабочих мест у нас в Латвии сейчас там официально сколько человек 800 тысяч работает но это там меньше одного процента вы знаете нет не могу то есть рабочие места это одно дело но другое дело когда мы говорим о развитии экономики мы говорим о развитии технологий технологий и высокотехнологичное производство является стимулом вообще для развития всей экономики ну скептики которые кроме того я хочу сказать что если бы этот проект был осуществлен потому что был разработан проект переноса производственной базы крупнейшего производителя региональных поездов Бомбарде из Франции в Ригу это был создан проект вот если бы он был осуществлен то тогда мы практически в половину бы решили одну из самых больших проблем латвийской экономики которая звучит так мы слишком много импортируем и слишком мало производим то что хотят купить другие я специально сегодня утром посмотрел базу данных статистики и что она показывает что ориентировочно сейчас около 150 миллионов ежемесячно негативный товарооборот ну 150 миллионов это очень большие деньги и сейчас очередной раз когда мы ну то есть если говорить о семье то мы тратим там на 15 процентов больше чем зарабатываем вот если бы мы были семьей и тратили это это значит что деньги из страны уходят и то что называется карет аккаунтики ущи счет по-русски называется но имеется ввиду счет торгового баланса поток но не торгового баланса именно поток прихода и ухода то есть сейчас к сожалению он снова у нас отрицательный то есть если просто из страны деньги уходят они должны как-то туда приходить если это происходит ну например за счет кредитов за счет например какой-то внутренней эмиссии например но это это действительно очень большая проблема потому что в какой-то момент помните кризис 2008-2009 года или там 7-8-9 года когда встал вопрос о том что оп а пенсии выплатить уже не хватает денег то есть это очень серьезный вопрос то есть сейчас вот этот всплеск который был некого такого положительного положительной тенденции помните говорили вот у нас уже рост там 5% то есть мы можем сейчас возвращаясь к тому 2009 году предположить что тогда правительство Латвии было готово поддержать свой завод для того чтобы на фоне так сказать общего упадка у нас появилась какая-то новая так сказать отрасль развивалась эта новая отрасль развивалась производство потому что именно тогда пришло понимание что на одной торговле на одних там банках и на одном сервисе не выжить нужно что-то производить и именно производить экспортно конкурентоспособные товары продукцию да я бы не говорил настолько утвердительно потому что 10 лет назад как раз тогда и мы создали институт национальных ресурсов и стали говорить о том что мы должны защищать свои собственные национальные интересы то есть имеется ввиду национальные это людей которые и производителей и бизнес которые находятся здесь в нашей стране то тогда была огромнейшая оппозиция были просто ну невероятнейшие как же так уж здесь же свободный рынок нельзя лучше покупать все дешевое в Китае чем что-то здесь на месте делать но это было именно тогда прошло несколько лет и я бы сказал сейчас слово национальный интерес оно звучит достаточно часто это уже стало таким ну как бы общим местом да и все говорят нам нужно развитие экономики давайте помогать стартапам давайте помогать таким-сяким предприятиям и так далее то есть что-то изменилось в умах людей в этом смысле я могу сказать что да какая-то положительная подвижка присутствует но в Латвии до сих пор в целом очень мало понимания и скажем так может быть по-другому не доходит информация до Латвии и она здесь мало распространяется у нас есть звонок в студию сейчас мы его примем говорите пожалуйста мы вас слушаем добрый день здравствуйте я бы предложил еще внести коррекцию в структуру движения потопа из дефонатов в латвии отнять от входящих денег все переводы перечисления которые всегда засылают уехавшие на заработки которые не являются реальной частью экономики то есть это не экспорт это не получение гибели за рубежом а это переводы если мы эту цифру еще отнимем от входящих денег то катастрофическое положение и структура латвийской экономики станет вообще выпиющей но речь не об этом скажем так необъяснимые движения нашего политического номенклатура не укладывается в голову если мы их рассматриваем под цветом того что они должны были бы работать как ваш гость сказал на развитие экономики развитие страны развитие структуры благосостояния населения и так далее тогда непонятны никакие телодвижения которые происходят на самом деле ведущие к прям противоположным результатам но если мы посмотрим на политическую номенклатуру под углом точки зрения что это временно назначена администрация для управления оккупированной территорией для выпечки максимального количества ресурсов из нее вы знаете все эти предсветы очень четко и ясно структурируются подумайте хорошо спасибо вам за ваш комментарий мы обсудим тему подоплеки вот этих событий конкурса после перерыва а сейчас не переключайтесь мы вернемся через несколько минут Добрый день мы продолжаем программу подоплека и расследование о том куда от нас может сбежать последняя электричка в студии работает ведущая программы Людмила Прибыльская и эксперт директор института национальных ресурсов Сергей Анцупов перед перерывом один наш слушатель позвонил и высказал мнение о том что скандал позорная история незакупки электропоездов это влияние какого-то внешнего фактора он считает что у нас тут практически оккупационное правительство Сергей вы согласны с этим действительно какая-то внешняя рука мешала проведению этого конкурса или все-таки были какие-то внутренние механизмы которые влияли на эту ситуацию какие это механизмы в голову пришла некая аналогия кот базилио леса алиса и там такая песенка не прячете ваши денежки на дурака не нужен нож ему короба наврешь и делай с ним что хочешь на жадину не нужен нож ну и так далее то есть наши жадины там повлияли то есть почему такая значит такой текст пришел в голову потому что мы очень часто стремимся объяснить события которые происходят как-то отделяем себя от этого отделяем ну как бы вот эти плохие дяди извне они пришли и все плохо нам сделали не всегда это ну как бы полная и точная картина она точно не полная она точно не полная точно не полная и точно не точная без сомнения то что латвийская то есть люди которые управляют процессами создали такого прецедента совершенно я бы сказал бы невообразимого безобразия то есть 10 лет страна не может поменять состав пассажирского поезда на современной но вот это в этом конкретном конкурсе с вагоно строительным заводом вот что происходило вы же были свидетелем вопрос почему и Литва и Эстония это сделала почему Беларусь за это время вот за эти 10 лет не просто провела конкурсы что-то купила это так поступили литовцы и так поступили эстонцы а Беларусь что сделала она взяла построила завод у себя то есть то что могли бы сделать в 2009 году уже делать здесь и сейчас они поставляют они не просто такие поезда изготавливают они изготавливают еще и метро и двухэтажные поезда и поставляют эту продукцию как раз вот туда куда собственно мы могли с прекрасным брендом Рижский вагоностроительный завод поставлять продукцию то есть в этом смысле в какой-то дозуги ну почему это происходит на мой взгляд первый фактор следующий как мы знаем в нашей стране специфическая система управления которая связана с вот такая парламентская демократия в нашей версии в нашей версии это значит что правительство в среднем одно правительство не держится даже 4 года когда есть электоральный цикл от выборов до выборов правительство оно как правило живет меньше двух лет ну в среднем около я сейчас не помню точные цифры наверное года полтора так как этот проект вот просто даже для того чтобы оформить все документы закупки это достаточно сложно это огромное количество папок там спецификации и всего прочего прочего он неосуществим во время действия одного правительства ну в нашей по крайней мере практике да речь идет о нашей практике то что происходит каждый раз как только начинается конкурс и мы это наблюдали на протяжении всего этого времени проходят или выборы или правительство уходит или что-то так далее и начинается начинаются политические изменения и меняется расклад меняется коррупционная схема нет к этому мы придем меняется распределение сил у вас там распечаточка как часто менялись направления в этой организации которая пассажир велцинс да и мы видим что они все время меняются новое правительство новые силы они меняются меняются сейчас я насколько понимаю наверное будет что-то похожее потому что правительство изменилось и как только это происходит сразу все что делало предыдущее правительство предыдущий министр сообщений предыдущий руководитель акционального общества пассажир велцинс оно сразу подвергается сомнениям и изо всех сил как бы продвигается ситуация что нужно это все отменить давайте сделаем новый конкурс или изменим что-то в положении конкурса и так далее и так далее в результате этого вот получается то что мы до сих пор имеем ну хорошо вот Сергей именно то что как это ВОЗ и ныне там и мы сидим у разбитого корыта вот если абстрагироваться от смены правительств и смены как говорится политических назначенцев в тех или иных организациях то давайте мы вспомним как происходило торпедирование уже заключенного договора фактически с производителем КАФ который был привлечен после бомбардье и ну в принципе эта процедура должна была начать осуществляться однако случилась такая немыслимая встреча в Рижском аэропорту сейчас вот я записал отвечу на этот вопрос я просто хочу закончить предыдущий то есть речь здесь не идет просто о политическом влиянии то что сменил сменился политический курс мы проблема не в этом проблема в другом сменился не просто курс политический а сменились интересы группиров которые находятся близко власти и это самая большая проблема это финансовые интересы если бы было просто изменение политического курса ну представим там были какие-то консерваторы которые говорили да мы должны развивать собственное производство защитим своих а потом пришли либералы которые сказали не-не-не-не-не давайте все как это сказать не будем свободный рынок пусть литовцы строят или там пусть эстонцы управляют всем или шведы или там не важно кто лучше китайцы да самая дешевая версия да то это было бы другой уровень здесь уровень к сожалению другой то есть очень много было публикаций и очень много подозрений что замешанный скажем так партийная верхушка замешанный в особом интересе к этому конкурсу потому что суммы большие мы же говорим не не 100 тысяч а сегодня 242 миллиона да 250 считай миллионов евро то есть понятно что там ну а что суммы большие это же получает производитель даже даже 2 даже 2 процента интереса такого стандартная коррупционная сделка больших проектов 2 процента уже дает значит 5 миллионов то есть вполне то есть по какой-то совершенно неплохая прибавка к пенсии удивительной причине как раз эта сменяемость тормозит эти процессы и создает условия в котором решения просто не могут быть приняты никакие и теперь возвращаюсь к вопросу по поводу кафа и по поводу по поводу отмена этого конкурса дело в том что сейчас идет та же самая схема сейчас объявление которое только что прозвучало в эфире вы сказали что вот значит в министерстве финансов сказали а может быть знаете Европа возможно скажет нет нет там что-то вот Европа скажет знаете Шкода Вагонка она не очень хороший производитель и вот на основании этого как бы сказать нам не разрешать что-то заключить всегда очень удобно ввести некое такое третье лицо словечко такое вот как звонил слушатели говорит вот помешала третья сила да вот некая третья сила это страшная ужасная Европа которая позвонила и сказала не в коем случае со Шкодой не заключайте не подумайте что я агитирую за Шкоду не агитирую давайте вспомним то что Шкодовские трамваи у нас ходят по улицам лет 30 в 2002 году Шкода построила производство низкопольных трамваев у себя благодаря заказу Риги все равно это можно было делать в Шкоде или это можно было делать на РВРе то есть это можно было здесь сделать и к сожалению в 2002 году решение было принято что это будем делать на Шкоде и Шкода была вынуждена спроектировать новый трамвай специально там при этом в то время как раз тот же самый Бомбардье я почему хорошо это знаю потому что дизайнерский центр Абсолют он делал дизайн для этих ну имеется ввиду интерьер экстерьер для этих трамваях 2002 очень хорошо помню да то есть и это производство оно могло быть здесь так что это в какой-то степени еще одна похожая история да еще одна часть этой истории похожая история но возвращаясь то есть нужно найти какие-то аргументы чтобы остановить значит как бы сказать планеты поменялись какой-то расклад сил поменялся и скорее возможно мы можем и в этот раз как бы по-прежнему остаться у разбитого корыта что без сомнения является безумием а про встречу в аэропорту как искались аргументы иногда тогда да когда напомню что когда конкурс был объявлен производитель бомбардия был готов перенести производство из Франции сюда ему нужно было сохранить в Евросоюзе определенные технологии а там они как раз двухэтажные хотели строить во Франции да и приехал Флавио Канетти директор по стратегиям здесь была пресс-конференция очень хорошо я ее помню да и уже как бы вот он уезжал там были такие планы значит как бы все полный радужных надежд да 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 и потом он беседовал с одним из чиновников и он ему сказал в английском аэропорту уже они встретились прямо в аэропорту когда он улетал и он сказал вот есть вот такая вот позиция вот если вы ее включите в да 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 и мы не сможем тогда участвовать мы откажемся почему откажемся потому что мы публичное акционирование общества и у нас вот эти вещи мы просто не можем потому что Это требование мы не выполним. По правилам биржи, по определенным требованиям, мы просто не можем это выполнить. И прошло очень короткое время, когда именно это требование было включено в правила конкурса. Я потом говорю, с Фларио, и он говорит, я вообще не понимаю, что происходит. Говорит, обычно государства, когда мы говорим, что мы готовы разместить производство, они обычно говорят, окей, сколько вы хотите, какую пропорцию нашего финансирования. То есть, один к одному. То есть, мы готовы финансировать, мы готовы бесплатно. Мы понимаем, что это инвестиции, мы поддержим. Плюс налоговые каникулы на время. Плюс то, плюс то, плюс то, плюс то, плюс все. Даже, говорит, Китай. И то, вот так, все-таки, как это коммунистическая, как это сказать, страна. А, говорит, здесь, я просто понимаю, что нет желания. То есть, желания в том, чтобы развивать собственное производство, абсолютно нет. И поэтому этот проект, собственно, и закончился. У нас много звонков. Давайте мы послушаем радиослушателей, чтобы не было у нас, как говорится, мона. Пожалуйста, говорите ваш вопрос или ваш комментарий. Алло? Да-да-да, слушаем вас. Добрый день. Будьте любезны, господа. Вот самое главное, конечно, что мы сейчас, о чем мы все думаем, особенно Рижане, о движении электропроездов, с которым мы, кажется, выросли. Но ведь, господин Антупов, вам не кажется, что вас так красиво подставили с этим институтом? Никаких приоритетов в экономике Латвии этот институт не выработал. Что касается, например, проекта вот этого конкурса насчет производства вагонов, так, господа, ведь сбыт-то, куда должен был бы направлен сбыт? Сырье. Вас здесь тоже очень хорошо подставили. И если говорить уже откровенно, дело-то не в этих даже наших вагонах, а дело в том, что у государства уже нет ни желания, ни средств на содержание всей этой сети, дорог и всего вот этого движения, и мы сейчас уже просто кинуты. И вам, господин Антупов, я только могу посочувствовать. Когда-то я с вами имела беседу в 90-м году, и когда-то я с вами говорила, тогда, может быть, меня помните, и, конечно, не помните, что это должно было кончиться, потому что все-таки Первая Республика не имела никакого института экономики, но она имела роскошный сбыт и масла, и бекона, а здесь тогда уже во время Атмады никогда никто не подумал, какой же сбыт и какой продукции будет иметь Латвия, и на чем Латвия будет строить свою экономику и, самое главное, свою валюту. Спасибо большое. Спасибо вам за ваш комментарий. Давайте мы примем еще один звонок. Слушаем вас, говорите. Добрый день, уважаемая Людмила, господин Антупов, Виктор. Уважаемый Сергей, что касается «Шкоды» в вагонке, то тут понятно, что будет сказано. Концерн «Шкода» уже громко прозвучал в коррупционных делах Рига-Сатексмы. А вопрос такой. Согласны ли вы, уважаемый Сергей, с моим утверждением, что все те, кто сознательно предоставлял режим наибольшего благоприятствования иностранцам, которые целенаправленно и продуманно проводили захват финансового рынка, захват рынка рабочей силы, захват рынка товаров и услуг, все они известны и все они совершили государственное преступление. Согласно статье 89 «Латвия-Срепута» с криминалой, вредительство. Поэтому все они известны. Их подписи под документами стоят, будут наказаны именно по этой статье. Согласны? Спасибо вам большое за ваш вопрос, Сергей. Ну что же, будем судить? Я бы ответ разделил на две части. Почему? Потому что это, без сомнения, факт. Что преступление состоялось? Нет, факт, который заключается в том, что были созданы неравные условия для людей, и для людей, и для бизнеса, который является, как бы сказать… Национальным бизнесом. То есть, те люди, которые живут здесь, то есть, без сомнения, были созданы условия, в которых и бизнес, и люди были поставлены в неадекватные и неравные положения по сравнению с, в том числе, как было сказано, с иностранцами. Нет, здесь вопрос заключается в том, что подобная политика, подобная идея – это как в мультфильме. А если бы у меня был апельсин, я бы с тобой обязательно поделился. Жалко, что у тебя нет апельсина. Сначала съедим твое, а потом каждый свое. То есть, ситуация – это… Есть определенная часть экономической науки, целый большой блок, который называется «Экономика развития», который рассказывает, вот как эти законы работают, в каких ситуациях, в какой ситуации эдак. Но вас упрекнули в том, что вы поддерживали Атмаду, и в этот момент звучало… Это немножко другая тема. Сейчас, Сергей. Вернемся. Сергей, сейчас, подождите секундочку. Ну, по поводу 89-й статьи. Да. То есть, и то, что подобное – это есть факт. Если мы посмотрим на, не знаю, финансовую сферу, это все у нас, значит, шведские банки, такие банки, всякие банки, например, как пример. У нас практически не осталось отраслей. И это факт. Другой вопрос. Я не отношусь к этому, как человек это сформулировал. Давайте сейчас будем сажать по 89-й статье. Потому что совершенно очевидно, что у молодого правительства 1990-го года, 91-го и так далее, не хватало, назовем так, ума. Не секреты. Потому что вот этот ужас, который был, я очень хорошо помню, что Янис Дельневич ездил покупать мазут в Германию. Министр в правительстве Годманиса. Очень достойный, адекватный совершенно человек. И купил то ли в два, то ли в три раза дороже. И это как бы безумная ситуация. Не потому, что он, как бы сказать, что-то там своровал. А потому, что он просто не был достаточно квалифицирован для того, чтобы проводить такой уровень сделки. Если мы говорим особенно начальный период, то это без сомнения, а люди компетентные. Посмотрим на экономику Швеции, на уровень компетентности, например. То есть, это совершенно другой уровень. Плюс то, что называется финансовый рычаг. Если я могу приехать и просто купить всю страну, у меня достаточно средств, чтобы страну купить, то, как бы сказать, против этого очень сложно бороться. И поэтому в момент вступления в Евросоюз и в более ранний момент, это как бы правильно сказал звонящий Виктор, что эти вопросы, они не были осмыслены. И была небольшая часть людей в Латвии, которые эти вопросы уже тогда очень ясно понимали. Очень ясно понимали. И они кричали, что нельзя разрушать производство. Я помню очень хорошо Леонида Курдюмова. Помните такого, да? Да. Который говорил, нельзя, вы что, с ума сошли? Он буквально кричал. Но он же был какой-то бывший портократ, что мы будем служить Курдюмова. Он спас нам первую городскую больницу. Да, вечная ему память. Да, да. А вот заводы не спас. И он абсолютно был прав. То есть, сейчас уже прошло время достаточно большое. И это очень многим совершенно очевидно. Но необходимо понимать, что существует очень огромный поток идеологический. Это поток, который идет ежедневно, ежесекундно. Который говорит, что нет, государство – это плохо. Государство вмешиваться не должно. Значит, делать ничего не нужно, что рынок все поставит на свои места. Вот когда мы говорим, что рынок все поставит на свои места, то получается, что тогда он ставит на свои места. Потому что Швеция, понятно, что сильнее, чем Латвия. Ну, если мы посогнемся от Швеции, да, и вспомним, как рынок поставил на свои места Латвенерго и Латвия с газа, и то, что у нас, так сказать, официально выросли цены на электроэнергию с либерализацией рынка на 27%, а цены на газ на 35%, то очевидно, что это либеральничание не принесло нам никакой пользы. Значит, у нас очень много телефонных звонков, видимо, тема эта очень волнует слушателей, но, к сожалению, время нашей передачи истекает. Поэтому я хочу пообещать радиослушателям, что в следующей программе «Подоплека» мы вернемся к теме электропоездов, пассажирского сообщения, того, действительно ли государство плохое управление. И нам надо и пассажирские перевозки отдать частной руки после того, как мы сделали аналогичные шаги с другими отраслями. Мы посмотрим, за что судили правление пассажирского поезда и почему для «Рейл Балтика» не годятся наши электропоезда. Слушайте нас в следующий четверг с 12 до часу, программа «Подоплека» и в студии «Сегодня» работали авторы, ведущая программы Людмила Прибыльская, наш эксперт, директор Института национальных ресурсов Сергей Анцупов. Спасибо вам за внимание, за ваши звонки и ваш интерес. Пишите на нашей странице в фейсбуке «Радио Болтком» ваши комментарии и вопросы. Мы обязательно постараемся на все ваши вопросы ответить и как-то их затронуть в следующей программе. Спасибо за внимание.